Меня зовут Василий Евдогиенко, рядом со мной Дмитрий Шагардин, и мы начинаем наш видеобрифинг про акции, на котором сегодня будем обсуждать бумаги Башнефти. Напоминаю, что про акции это последний из видеобрифингов, которые мы подготовили для вас сегодня. Завтра мы с вами встретимся и будем работать по нашему традиционному расписанию в 9.45 эспрессо, на котором будем делать ставки на открытие торгов в Москве, поговорим про повестку дня и обсудим, где можно ожидать закрытия. Соответственно, далее в 11 часов Олег Крот и Эдуард Ланчик представят свои торговые идеи по голубым фишкам на видеобрифинге. Ставки сделаны. В 12 часов видеобрифинг «Фрэш» Дмитрий Шагардин о текущей торговле в России и в Европе с обсуждением основных тенденций, новостей и идей, и в 13.00 краткосрочном Андрей Архипов о текущей торговле с точки зрения производных финансовых инструментов, а затем в 16.00 Елена Беляева «Не так страшен чарт» о своем взгляде на текущую ситуацию с точки зрения технического анализа. Вот такой план работы на завтра, а сегодня у нас Башнефть. Башнефть и Дмитрий, разреши, я передам тебе слово, рассказываю тебе слово, Башнефть. Почему-то не слышно тебя. Всем добрый день. Начнем в двух словах, в общем, про компанию. Открытое акционерное общество, внешняя компания Башнефть – это второй по значимости актив в АФК-системе, подробнее сейчас будем об этом говорить. Башнефть – это вертикально интегрированная несменная компания, она объединяет добывающие и перерабатывающие активы, преимущественно работает в республике Башкортостан, что из ее названия, в общем-то, и видно. Группа Башнефть входит в топ-10 российских предприятий по уровню добычи нефти, и в топ-5 по нефтепереработке, и также в топ-5 по уровню запасов, соответственно, сырья. Ну, давайте теперь к структуре акционеров и про историю с АФК-системой. Да, да, давай перейдем к структуре акционеров. Главным акционером в Башнефте является АФК-система, которая здесь какие-то странные цифры. По моим последним, надо будет перепроверить, по моим последним данным, порядка 72% или, может, здесь какие-то нераскальцованные структуры владения. В общем, АФК-система, да, на сайте у АФК-системы есть структура акционеров, и там представлены следующие данные. АФК-система сама владеет 52% акций компании, и у АОС-системы Инвест, это подконтрольная структура АФК-системы, 20-93% это в структуре акционерного капитала. Итого 73% акций принадлежит, контролируется АФК-система в Башнефте. Ну, прежде всего, интересно рассказать о структуре, об акционерах и о том, как стали акционерами структуры АФК-системы. Здесь нужно сказать о том, что с 2005 или 2006 года АФК-система проявляла интерес к активам Башнефти, которые в то время Башкирского ТЭКа, скажем так, топливно-энергетического комплекса, которые в то время были подконтрольны структурам Муртазы Рахимова, и вообще структурам сына Муртазы Рахимова, бывшего главы президента республики Башкортостан. Но вот после, соответственно, известных событий по выдворению из президентского кресла Муртазы Рахимова, контроль над ТЭКом перешел в московские руки. И, соответственно, контроль перешел в компанию АФК-системы, которая долго не могла выйти в сегмент добычи природных ресурсов. Это, наверное, были единственные олигархи из постсоветских, которые не владели собственной трубой. Но вот давняя мечта сбылась, и в 2009 году компания вошла на нефтяной рынок. Соответственно, сейчас компания, Дмитрий уже сказал, стала одной из лидирующих на нефтяном рынке России вертикально интегрированных нефтяных компаний. И здесь нужно рассказать, наверное, две истории. Первая история связана со структурой активов компании. Вторая история связана с месторождением Романа Трепса и Анатолия Титова. Это месторождение на севере в Ненецком автономном округе. И здесь нужно, если быть кратким, нужно рассказать две вещи. Во-первых, по активам, соответственно, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие активы. По структуре выручки, Дмитрий, можно показать картину. Но если говорить об объемах, то сейчас нефтедобывающие активы, расположенные в Ашкортостане, показывают достаточно высокие темпы роста, особенно по 2010 году, порядка 15%. Это фантастические цифры для российской нефтедобывающей отрасли. В 2011 году темпы роста снизятся наверняка, порядка 7% будут темпы роста и приблизятся к 15 миллионам тонн добычи. Сейчас, скорее всего, 14,7% озвучивалась цифра как таргет на предстоящую перспективу. Ну вот что-то около этого и получится. Ну, соответственно, это 5-7% роста к предыдущему периоду. Соответственно, очень неплохие результаты для компании, которые обеспечиваются крайне неэффективным использованием нефтедобывающих ресурсов с прошлыми собственниками, которые, собственно, занимались выкачиванием денег из компаний, практически не развивая месторождение. И внедрение новых технологий, инвестиций в новые технологии, обслуживание и добыча позволили компании здорово нарастить и прибыльность компании, и объемы добычи физически в тоннах. Соответственно, это такой вот благоприятный, приятный фактор. Но, еще раз подчеркну, башкирские активы, скорее всего, останутся на прежнем уровне добычи, то есть на текущих до 15 миллионов тонн. Если мы говорим о перерабатывающих активах, дело в том, что в Башнефть вошли как структурные подразделения после целого ряда реорганизаций, еще и нефтеперерабатывающие активы. И при этом, что не характерно для российского нефтяного рынка, большинство нефтеперерабатывающих активов рассчитаны на большие мощности. Порядка 26 миллионов тонн в год могут перерабатывать эти активы, и сейчас перерабатывают порядка 27 миллионов. То есть не на полную мощность работают, но тем не менее. Тем не менее, здесь нужно сказать, что добывает компания меньше, чем может перерабатывать. То есть перерабатывает она за счет покупки на стороннем рынке, на открытом рынке. Соответственно, здесь существует зависимость компании от налогового окружения, Дмитрий. Там, наверное, у тебя новость была, да, по поводу 60-66? Да, там все прекрасно помнят про введение новых налогов для нефтяной отрасли под названием 60-66. И ввиду как раз того, что компания занимается переработкой во многом, и продукты переработки являются в основном тяжелыми, и компания попадает под бремя этих налогов, то есть под самый кулак попадает. Но на днях появилась новость про то, что Татнефть и Башнефть, они получают определенные льготы, определенные льготы. Но, к сожалению, эти льготы оказались в два раза меньше, чем рассчитывала компания Башнефть, чем рассчитывали акционеры. Если я не ошибаюсь, 10 миллиардов долларов на 5 лет размазаны, в общем, и чуть-чуть меньше, чем компания ожидала. Ну, чуть-чуть в два раза, чем меньше. Здесь, наверное, работал принцип в России в два раза больше, и получишь только столько, сколько хотел, наверное. По этому принципу работала компания. Судя по... Мы ее вознаградили за очень гибкую позицию летом, когда у нас наблюдался кризис, когда Башнефть отказалась от экспорта бензинов. Соответственно, одним встречным условием наверняка было обсуждение снижения вот этого удара со стороны режима 6066. Соответственно, компания сильно зависит от того, в какую сторону в той или иной момент перекошен налоговый режим. И для того, чтобы от этого избавиться, в начале 2011 года было куплено вот это самое месторождение на севере Ненецкого автономного округа. Было много скандалов по поводу того, как досталось и почему досталось все это дело Башнефти, но все это осталось за скобками. За скобками факт остается фактом. Башнефть сейчас является контрольным оператором этого проекта. Тогда же, примерно зимой или весной, в проект был приглашен Лукойл, у которого вся инфраструктура уже практически готова для реализации этого проекта. Проведены бурения, плюс еще и нефтяной терминал, там практически в 25-30 километрах от месторождения находится. 25% практически по себестоимости Лукойлу продали участие в проекте. Соответственно, с технической стороны проблем сейчас у компаний никаких не будет. Что означает приобретение Трепса и Титова со стороны Башнефти для компании? Во-первых, это означает достаточно высокую инвестиционную нагрузку, а это значит, что, скорее всего, будут проблемы с дивидендами, а мы к дивидендам потом вернемся, и если не будет дивидендов, то будет проблема с высокой долговой нагрузкой, сроком долговой нагрузки, которая будет давить на компанию. Но приз достаточно большой. Да, если говорить о инвестициях, то это порядка 6-8 миллиардов долларов. Но что компания получает? Компания, соответственно, получает, добыча начнется, скорее всего, в 2013 году, то есть через год, наверное, да, через полтора года, учитывая то, что зимой, наверное, не начнут. Соответственно, через полтора года начнется добыча на месторождении Титова и Трепса, и в результате этого дополнительно компания получит от 6 до 8 миллионов тонн нефти в год. Соответственно, это мы прибавляем к существующим 15, получаем 22. Соответственно, компания получается сбалансированная нефтедобывающая компания, но это с точки зрения именно распределения отсутствия чувствительности к дисбалансу в нефтяной нагрузке, в налоговой нагрузке, потому что, естественно, если посмотреть на карту и на Ненецкий автономный округ, то никто нефть по трубам не потянет в Башкирию. То есть в Башкирии по-прежнему будут добываться нефть и перерабатываться, плюс покупаться нефть со сторонних добытчиков. Нефть из Северной, скорее всего, пойдет полностью на экспорт, там возникают проблемы с лицензиями, но, скорее всего, обладая столь сильным лоббирующим ресурсом, компания сможет решить эту проблему. Но вот с точки зрения налогообложения компания будет достаточно сбалансированная. И, соответственно, компания выстраивает такую сбалансированную стратегию. Плюс нельзя не отметить подход к увеличению не только в даунстрим с добычей, но и в апстрим, в переработку и розничную продажу нефти и нефтепродуктов. Соответственно, летом у нас, не летом, весною, наверное, компания купила Оренбургнефтегаз, компанию Уруснефти, и это существенно увеличило количество автозаправочных станций, и, собственно, компания в эту сторону развивается и увеличивает свою маржу. То есть в целом компания очень динамичная. Наверное, самая динамичная компания на российском нефтяном рынке, если сравнивать ее с другими гигантами нашими нефтяными, успокоившимися по большей части, при этом развивается достаточно умно и развивает продукты с высокой добавленной стоимостью. Собственно, это по финансовой отчетности можно видеть. Мы можем сейчас посмотрим. Да, конечно. За полгода последние. Да, таким образом отмечаем еще раз важность АФК-системы в преобразовании компании «Башнефть». Действительно превращается в очень сильную структуру, и совместные предприятия с Локойлом открывают новые перспективы, опять-таки, для компаний. И пока Василий рассказывал про структуру акционеров, про всю ситуацию, я еще раз информацию подвел, да, 86% – это эффективная доля владения АФК-системы компаний. То есть, в общем, Bloomberg здесь не соврал. Давайте поговорим про финансовую отчетность. У нас есть пока данные за первые два квартала 2011 года. Давайте к ней перейдем сейчас. Начнем мы с показателя выручки и по чистой прибыли тоже посмотрим. Здесь следующие моменты отмечаем по выручке. Данные за второй квартал, они оказались лучше первого квартала, оказались намного лучше данных за второй квартал предыдущего года. Все это неплохо отразилось на компании, но мы с вами видим сейчас белый бар, белый, который означает прогнозы на третий квартал со стороны тех аналитических компаний и брокерских компаний Мелесдомов, которые рассчитываются на третий квартал 2011 года. И мы видим здесь, что этот бар окажется ниже, чем во втором квартале 2011 года. Здесь надо отметить то, что начиная с 2009 года постепенно вот квартал-квартал мы показывали прирост по выручке без каких-то сезонных колебаний. Но вот здесь по третьему кварталу, по всей видимости, окажемся мы чуть хуже, чем в квартале втором. Дмитрий, здесь надо сразу отметить, мы обсуждаем третий квартал, соответственно, 60-66 еще не работает, она начнет работать с 1 октября, то есть это результаты четвертого квартала. Соответственно, именно в четвертом квартале получат удар башнефть от этого налогового режима, потому что льготы, которые обещает государство, начнут работать только со следующего года. Поэтому четвертый квартал совсем, ну не совсем, конечно, плохой, но такой под, в зоне риска, что называется, находится. С точки зрения, если смотреть на то, что происходит с доходностями, я бы сказал, с третьим кварталом, я бы сказал, что аналитики здесь, обжегшись на молоке, дуют на воду, потому что, если смотреть на операционные результаты за третий квартал, то они, добыча нефти выросла на почти 3%, для нефтяных компаний это существенный прирост. Плюс хороший рост наблюдался в светлых продуктах, да, и увеличивал, и снижалась доля в темных нефтепродуктах, то есть повышалась доля продуктов с высокой добавленной стоимостью. Поэтому все-таки, да, плюс-плюс еще будут консолидированы автозаправочные станции, что также добавит свою позитивный вклад, да, в рост прибыли. Соответственно, я бы сказал, что здесь, ну, скорее, панические настроения, связанные с тем, что третий квартал вообще для всех нефтяных компаний у нас получился не очень хорошим в связи с таким даунтрендом на рынке нефти. Поэтому, да, вполне возможно, что темпы роста мы не сможем выдержать, те же, что мы наблюдали в прошлых кварталах, но все-таки я бы ждал показателей, сопоставимых с кварталом вторым, 2011. Ну, посмотрим, посмотрим. Тут, получается, важно попасть в прогноз, либо оказаться лучше его, согласно той стратегии, о которой сейчас Василий говорил. Что касается показателя чистая прибыль, то здесь, естественно, не видим такого постепенного роста. Четвертый квартал 2010 года оказался лучшим для компаний на данный момент, и этот показатель пока мы пройти не можем. Что касается ожидания на третий квартал, здесь тоже относительно второго ожидается некое понижение. Ну, посмотрим, посмотрим, получится ли компании выйти лучше, чем по прогнозам. И что касается показателя EBITDA, ну, здесь, в общем-то, получше, чем в первом квартале нарисовали. И, в общем-то, здесь, да, здесь все неплохо. Что касается распределения выручки по регионам, как говорится, да, на экспорт уходит, точнее, от экспорта компания получает порядка 62% выручки по итогам второго квартала, 82 миллиарда рублей. Из России компания, точнее, от России, от реализации продуктов нефти и нефтепродуктов в России мы получили 37% выручки, и это 50-50, почти 100 миллиардов рублей. То есть, от экспорта пока получаем больше, отсюда же выстраиваем логику с долларовой выручкой, с пересчетом валютных курсов и этих же самых валютных рисков. Вот такая вот картинка сложилась у нас по отчетности. Что касается оценки... То есть, в целом надо отметить, что компания получит плюс от ослабления рубля. Да, от ослабления рубля компания получает плюс. Да, это немаловажно, это надо тоже учитывать. Что касается дороговизны компании относительно основных российских конкурентов, то мы здесь вынуждены отметить, что компания на данный момент не является уж слишком дешевой для потенциального входа. Ну, это без учета того, из дивидендов, дивиденды политики, о которой мы сейчас тоже будем с Василием разговаривать. Ну, в общем, здесь мы в этой таблице можем сравнить компанию по показателю рыночная капитализация с крупнейшими игроками. Да, здесь Башнефть, конечно, очень сильно проигрывает в этом параметре. Она стоит дешевле, чем Татнефть, то же самое, и существенно дешевле, чем Роснефть, Лукоил и наши крупнейшие гиганты. Тем не менее, Башнефть – это один из лидеров по росту капитализации в этом году. С начала года котировки Башнефти прибавили 16,8%. Если сравнивать компанию по показателю ПЕ, то мы здесь вынуждены отметить тот самый негативный эффект. Коэффициент ПЕ на текущий момент составляет 6,4%, что по медиане по всей российскому нефтяной отрасли достаточно велико. Средняя медиана по российским нефтяным компаниям – 4,88% на текущий момент. И да, медиана будет чуть пониже. В будущем году в ближайшие 12 месяцев она и по Башнефть снизится, но, тем не менее, компания по этому показателю остается относительно дорогой. Если по тому же Лукоилу сравнивать, то Лукоил тут предпочтительней практически в два раза. Вот есть такое маленькое замечание. Что касается долговой нагрузки, здесь проблем особых нет. Тут Василий об этом уже в двух словах сказал. Но нам важна колонка, самая последняя колонка, под названием дивидендная доходность. Здесь равных Башнефти в российской нефтянке, в общем-то, нет. 19,4%. Да и в целом, наверное, по рынку. В целом по рынку. Да, давай, Василий, наверное, поговорим сейчас про дивидендную политику. Да, давай поговорим. Тогда вкладку откроет дивиденды по Башнефти. Соответственно, здесь нужно отметить несколько моментов. Очень щедрая дивидендная политика у компании была в последнее время. В результате 2010 года примерно, а что примерно, можно точно сказать, да, 235, да, если складывать вот эти вот полгода плюс полгода, ну, примерно, да, последние две цифры. 235 рублей на акцию было заплачено по результатам 2010 года. Это вот верхняя и следующая за ней первые две цифры, да. Соответственно, и в прошлом году порядка 109 рублей за акцию. И здесь возникает вопрос, как долго будет продолжаться эта политика, и, соответственно, как можно ли ожидать такой же сопоставимой дивидендной доходности далее. Здесь разумно посмотреть на показатель прибыли на акцию. Соответственно, Дмитрий, можем сейчас по 2010 году взглянуть, чтобы сравнить, какую часть прибыли компания готова отдавать акционерам в виде дивидендов. Дело в том, что АФК-система традиционно, особенно в последнее время, платит высокие дивиденды от 75% и выше от чистой прибыли в виде дивидендов акционерам. Соответственно, вопрос, будет ли придерживаться, во-первых, зачем она это делала, во-вторых, будет ли придерживаться. Дело в том, что АФК-система позиционирует себя как инвестиционный холдинг все больше и больше, и, соответственно, именно этот инвестиционный холдинг получает свою прибыль за счет, в том числе, дивидендных платежей. Соответственно, это часть их стратегии платить высокие дивиденды. Но здесь возникает некоторое но. Первое но связано с, ну, вообще формально, давайте начнем формально. Компания в своей дивидендной политике прописала, что будет платить акционерам не менее 10% от прибыли по МСФО. Сейчас платят гораздо больше за 2010 год. Давай посмотрим, сколько EPS было. Так, 10-й вот сейчас по годам. Так, вот она есть, да, конечно. Базовый EPS 233. Да, вот я сомневался, но хотел еще раз подчеркнуть. Компания заплатила больше, чем заработала прибыли на акцию. То есть акционерам заплатили больше. То есть это фантастические дивиденды. Более 100% прибыли было направлено на дивиденды. Естественно, такого, скорее всего, не будет в будущем. То есть такая стратегия, естественно, не может быть устойчивой. Скорее всего, как и по АФК-системе, дивиденды спустятся в диапазон 50-75% от прибыли на акцию. Соответственно, предполагая, что в следующем году прибыль останется примерно той же, чистая, а это примерно соответствует действительности, ну, при существующих ценах на нефть и при том же налоговом режиме в Российской Федерации, соответственно, можно ожидать примерно тех же цифр. Нет, не тех же цифр. Можно ожидать цифр где-то процентов на 25, наверное, 30 меньше. Соответственно, ну, что-то около 150-200 рублей на акцию. Соответственно, если говорить об ожидаемой дивидендной доходности, то она сейчас меньше, чем вот те 20%, которые мы видели в скрининге. И стоит рассчитывать на 10-15. Это, в принципе, много по российским меркам, но уже гораздо ближе к средним по высокоплатящим дивидендам бумагам. Вот такая история с дивидендами. Поэтому и здесь скорее негативная новость будет, потому что, ну, игроки часто не любят, когда дивиденды снижаются. Поэтому, когда говорят о башнефте, это дивидендная история, здесь, да, можно согласиться, но с пониманием того, что дивидендной доходности в 20% мы больше не увидим при текущих ценах. Да, таким образом мы делаем два вывода. Из тех двух последних таблиц, которые мы с вами смотрели, коэффициент PE относительно высокий относительно своих конкурентов. По этому показателю есть наиболее дешевые и наиболее привлекательные компании, тот же Лукойл Плюс, дивидендная доходность, которая может, в общем-то, уже не быть такой высокой, о чем сейчас говорил Василий. Тем не менее, что касается прогнозов от инвездомов ведущих, то, что мы должны отметить, из 16 инвездомов, которые делают прогнозы по башнефти, 11 рекомендуют бумагу к покупке. Это 70% из нашей выборки, 5 рекомендуют бумагу держать, и ни один из инвездомов не рекомендует бумагу продавать. Вот так распределились рейтинги. И апсайд по цене, на самом деле, не столь существенный на текущих уровне по бумаге. Если 47,5% текущая цена в долларах, то 63,5% это, в общем-то, совсем, на самом деле, немного, порядка 10-15% апсайда, без какой-либо суперкакого-то позитива. Поэтому я бы скорее высказывался за то, что если бумага в портфелях уже сидит на среднесрочку, то, безусловно, держать бумагу. Если хотите бумагу покупать в надежде на хорошие дивиденды, то я бы присмотрелся другим гигантам нефтяным скорее. Вот такое мнение. И, Василий, твоя точка зрения? Да, Дмитрий, я с тобой полностью соглашусь. То есть бумага очень, компания очень хорошая, стремительно развивается, огромные планы. Судя по всему, долгосрочные инвесторы будут ее покупать и любить, потому что АФК демонстрирует очень высокую степень открытости бизнеса, соответственно, понятная перспектива развития, понятно, откуда деньги появятся после 2013 года, когда заработают ненецкие месторождения. То есть в целом компания хорошая. И все-таки, что ни говорить, 6П на Е в районе шестерки – это все-таки мало. Но если сравнивать с другими компаниями, то сейчас надо сказать, что есть гораздо более интересные предложения на российском нефтяном рынке, чем Башнефть. Поэтому я с тобой, Дмитрий, соглашусь в этом отношении. Так что скорее держать, но для покупок, если так присматриваться к ней, к долгосрочным покупкам, то, наверное, после того, как она опубликует отчетность за третий и за четвертый квартал, особенно когда будет вступление в силу 6066, который ударит по финансовым показателям. Соответственно, дальше уже можно будет думать и смотреть, но я думаю, что мы еще вернемся к этой компании попозже, когда подойдет более интересный момент. Здесь у нас есть вопросы в чате. Первый – Башнефть только на РТС. Акции – вопрос. Да, долгое время только на РТС торговались акции Башнефть и ее дочерних нефтеперерабатывающих заводов. Но, если не ошибаюсь, в 20-х числах ноября, буквально на днях, компания стала торговаться и на ММВБ. Естественно, это тоже фактор, который влияет на ликвидность и повышает спрос на бумагу, но пока там нисходящая динамика. Несколько дней, 5, наверное, дней, и все с 1600 рублей до 1500 она практически сходила за вот эти несколько дней. Так что пока запись, что называется, рекорд не очень хорошая, но, тем не менее, тем не менее, компания неплохая. И второй – выплата дивидендов раз в год и когда и падение после выплат большая. Значит, ну, по порядку. Выплата дивидендов традиционно раз в год происходит. А в 2010 году она получила дивиденды два раза в год, и именно поэтому получилась такая большая разница. Соответственно, если говорить о сроках выплаты, когда там получается... Так, ну, вот сроки все указаны. Вот у нас... Так, последнее объявление 4-го, 28-го. Закрытие реестра. Ну, это было в мае. В мае было закрытие реестра. 20-го мая отсечка. Ну, в общем-то, все. Что, какой вопрос конкретно? Когда происходит отсечка, собственно? Ну, вот закрытие реестра в 20-х числах мая. В 20-х числах мая. И, соответственно, если за полгода компания будет платить дивиденды, а я сомневаюсь, что она будет платить, соответственно, отсечка происходит где-то в ноябре. В ноябре, да. У нас май и ноябре. Середина мая и середина ноября, да. Звук есть? Давай, повтори последнюю фразу. Последняя фраза была про падение после выплаты. Большая или небольшая. Естественно, большая при такой дивидендной доходности. Большое падение. Падение примерно соответствует размерам дивидендов. Поэтому, если горизонт небольшой, то следует выходить из бумаги перед отсечкой. Потому что после бумага проседает. Ну, вот в данном случае может просесть на 20%, что, естественно, чувствительно окажется. Но, естественно, это компенсируется дивидендами. Но когда они выходят, и неприятный момент для инвесторов с коротким горизонтом попадать в такие неприятные с точки зрения ликвидности ситуации. Так что лучше перед отсечкой. На этом мы будем завершать наш видеобрифинг. Если есть вопросы, задавайте. Мы еще некоторое время будем в чате. Всем спасибо за внимание, за ваши вопросы. И встретимся уже завтра в 9.45 на видеобрифинг. Здравствуйте. До свидания.